Храм – это просто особое место, куда можно сбежать от суеты житейской, домашней. Храм – это своего рода комфортабельные условия для жизни. Можно жить в шалаше, можно жить во дворце. Разные условия жизни. Так и храм – это место для молитвы, особо предназначенное, где нас окружают иконы, где совершается богослужение, где чтение идёт богослужебных и евангельских текстов, где проповедь, где пение. То есть, вы слышите, какой комфорт, что такое храм? Действительно, туда очень приятно, и там иногда действительно можно даже немножко и помолиться. Но жизнь показывает, что чем комфортабельнее живёт человек, тем, оказывается, он всё больше даже разваливается. Посмотрите, как меняется у очень многих образ жизни и образ даже поведения, когда они богатые. Храм – это богатство душевное, не духовное, а душевное богатство, с которым нужно обходиться очень осторожно. Осторожно по той причине, что мы легко привыкаем уже к этому комфорту. И в храме даже, как писал, замечательно писал митрополит Вениамин Федченкова, мы и в храме ищем услады, а не молитвы. А ведь о чём пишет, например, святитель Игнатий Бринчанинов? Настала необходима нужда в правильной молитве, молитве, молитве покаяния, молитве, в которой мы познаём хоть немножко себя и каемся. А мы ищем не этого, а ищем восторгов, ищем радостей. И дальше он произносит, Игнатий Бринчанинов, страшные слова. И таким образом орудия нашего спасения превращаются у нас в орудия нашей гибели. И вот тот, кто ищет радости и восторгов, кто это ищет? Слушайте, тяжело больной, страдающий, у него боли, бедный, дайте мне помогите! Он ищет чего? Радости и восторгов, что ли? Он ищет одного, исцеления! Помогите мне, исцелите меня! А мы что в храме ищем? Подумаем, посмотрим в себя и увидим. Итак, храм действительно – это особое место. И для многих людей, которые не имеют или имеют малой возможности помолиться дома, да, здесь они могут в храме найти это место для молитвы, но, смотрите, предупреждают отцы, не превратите место покаяния в место развлечения, вместо поиска радости – поиска наслаждений. Тогда, ох, как сильно сказал это святитель Игнатий, тогда мы вместо это орудие спасения превращаем в орудие своей гибели. Вот видите, оказывается, недаром, говорили же ещё и древние, всё, что даётся даром, способно развращать. И действительно, постепенно можем привыкать к этому и уже ищем этого развлечения, этого комфорта, этого спасения. Я понимаю вопрос, почему вызван этот вопрос, что сейчас у нас возникли существенные ограничения с посещением храма, Правда, эта существенность не бесконечная же, это временная, и вызвана она действительно самой серьёзной необходимостью. С болезнью, тем более смертоносной болезнью, играть нельзя, это не игрушки. Поэтому сейчас промыслом Божиим вот и даётся нам возможность хоть немножко подумать о том, достойны ли мы посещение того места, которое именуется храмом. Не накладывает ли Господь эпитемью на нас, потому что мы его используем, храм, вместо мечтаний и развлечений. Ах, кто там служит? Какой архиерей! А посмотрите, у него какая митра! И, Боже мой, чего только нет! А какое облачение! А что вы толкаетесь? И так далее, и без конца. И во что превращается? Вот хорошо! Сейчас повторяю ещё раз. Промыслом Божьим даётся нам возможность посмотреть в себя, кто мы, достойны ли этого места. И дай Бог, чтобы мы это время, время использовали действительно во благо. во благо, потому что Господь призывает всех нас к правильному пути жизни. Сначала, если мы не слушаем, сначала маленькими скорбями, потом большими, потом ещё большими. Это же надо помнить! Это скорбь! Действительно, скорбь! Конечно! Ещё бы! Конечно, хочется в храм идти, а не дома молиться. Да дома? Дома я не умею молиться, дома я не могу молиться, дома я не хочу молиться. Вот наше настроение. Покажи человеку свою веру. Действительно, ты хочешь молиться? Или ты хочешь посещать храм? Да-да, именно так стоит. Молиться хочешь? Или храм посещать ты хочешь? Скажу ещё об одной очень важной стороне нашей жизни, которая, может быть, сделает ещё более понятным то, о чём мы сейчас говорим. Обратите внимание, во что сейчас превратили, точнее, опошлили христианство на Западе? Открою то, на что многие не обращают внимания и даже не знают этого. Вы знаете, что такое духовная жизнь? По христианскому пониманию Запада, то есть западнохристиан, отвечаю вам, это участие в таинствах. Понятно? В таинстве молитвы в храме, в таинстве причащения, других там таинств, у протестантов, например, больше ничего нет, да и у католиков уже, не знаю, в каком состоянии находится. Вы слышите, духовная жизнь что такое? Это посещение храма и участие в таинстве Евхаристии. Ох, этот Запад! А мы во что превращаем? Обратите внимание! Посмотрите, о чём мы мечтаем, к чему стремимся, что мы делаем создать наибольшее великолепие вот этого внешнего богослужебного чина. что такое духовная жизнь в нашем понимании? Что такое? Я вам скажу. Ходить в храм, причаться, ну, исповедоваться, конечно, собороваться, по мазанию подходить, иконы целовать, с крестным ходом ходить. А что вы ещё хотите? А что вы ещё хотите? Это и есть духовная жизнь. Да! Какое извращение! Духовная жизнь определяется только одним. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Духовная жизнь – это жизнь со Христом. А вы, окажется, понимаете, что такое духовная жизнь? Где любовь-то? Чем любовь к Богу проявляется? Единственное, чем меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Да, мы действительно постоянно погрешаем. Дал Господь великое, великое нам, по великому милосердию, дал возможность каяться. Вы знаете, что во многих религиях этого даже нет, никакого покаяния. Каяться даёт возможность. Вот в чём духовная жизнь состоит. блаженны, чистые сердцем, а не то, не те, кто, оказывается, посещает великолепное богослужение, торжественные богослужения. Совсем нет. Это надо понимать. А вы знаете, это большое действительно искушение подменить духовную жизнь прекрасной внешней формы. Вы знаете, что писал в середине XIX века святитель Игнатий Вринчанинов? Мы сохранили верность символу и обычаям древней церкви, но всё это мёртвое тело, в котором мало жизни. Смотрите, как он говорит обо всей внешней стороне этой, мы же прекрасно понимаем, мы же по себе знаем, и ходим в храм, и принимаем таинства, и каждый совершаем молитвы, и участвуем в богослужениях, но нас никого не тронь, как мы подскочим. То есть никакой борьбы со страстями, никакого нет понуждения себя к духовной жизни. Так вот, видите, он говорит, это всё, это пышность, это великолепие, это храмы чудесные. Кажется, хорошее дело. Хорошее. Для кого? Но можно всё это превратить, и он писал со скорбью, но всё это мёртвое тело, в котором мало жизни. А святитель Феофан сказал ещё прямолинейнее на всё это. И часы исправные хорошо идут, говорит он. Но кто скажет, что в них есть жизнь? Вы слышите, оказывается, чем может стать церковная жизнь, церковная, то есть всех христиан, даже чем, как часы исправные. пришёл праздник, идём в храм, пришёл Великий пост, идём то же, что делаем, то, что положено, делаем. А главное-то как раз, мы больны, мы находимся в состоянии гибели, поэтому нужно лечиться, а не торжествовать, лечиться, а не любоваться и искать наслаждений и восторгов, как писал тот же Игнатий Бринчнинов. Вот в каком положении мы сейчас и находимся. Господь даёт нам возможность задуматься, действительно ли мы понимаем, правильно ли мы понимаем христианскую духовную жизнь, не превратилось ли у нас всё это в обычаи, в соблюдение этой внешней формы, ведь саму исповедь во что превращаем? В отчёт о проделанных грехах, а не вместо покаяния. Само причащение во что превращаем? Вместо того, чтобы с величайшим осознанием своей греховности, своего недостоинства, с покаянием подходить к причастию, мы приходим по праздникам. Праздник! Вот, оказывается, что врач говорит, вам нужно ежедневно принимать вот это лекарство. Ну, вы знаете, это, конечно, нет, но я по праздникам лучше буду принимать лекарства. Что вы скажете о таком человеке? Ой, какой умный! Да и потом, можно ли? Врачи говорят, что это лекарство нельзя принимать, если вы съедите то и то. Нельзя. Лекарство становится ядом. А мы что, говорим, на Пасху надо причащаться. Всё, без исповеди, безо всего. это что такое? Это что такое? Оказывается, на праздник можно неподготовленными, да? Вы слышите, как мы подменяем великие таинства Церкви, чем? Формой внешним. На Пасху причаститься. Вот и даром Игумен Никон Воробьёв говорил исповедуйтесь, причащайтесь весь Великий пост в страстную неделю, в четверг даже великий, чистый, в субботу, но не на Пасху. Надо же понимать, что есть мир духовный, есть душевный, а есть мир плотской, телесный. О чём это сказал Христос, когда ученикам прямо говорит «Мир Мой даю вам! Не так, как мир даёт, а Мой мир даю вам!» Видите, противопоставляет? И это же относится, как он говорит о мире, так же относится и к радости. Может быть, радость чего? Вот это душевная, телесная, плотская, а может быть радость действительно духовная. Кстати, духовная радость всегда сопряжена с великим, глубоким миром души, миром, а не восторгами. А мы ищем, кстати, на Пасху чего больше всего ищем? Восторгов. Каких? Вот, оказывается, промыслом Божиим сейчас мы попали в какой период жизни, за который мы должны только благодарить Бога, Господи, слава Тебе! Ты даёшь нам возможность посмотреть на себя, нам, на себя, на меня, каждый, на себя посмотреть, даёшь нам возможность, увидеть, что у нас в душе, чего мы ищем, спасения, исцеления или наслаждения, или удобства, или восторгов, или утешений. В общем, мы идём прямым путём к тому, чем всегда жило язычество. Это называется на церковном языке омерщение, а то мир мирской, омерщение. А христианство всё призывает к спасению, сам Христос называется Спаситель, но придёт другой, как об этом Христос предупреждал, Иоанн Богослов в своём откровении пишет, придёт другой, который даст этот комфорт так, что все взвоют от этого комфорта. Вот так, так что, видите, оказывается, храм. Да, храм – это вкусная конфетка, храм – это действительно комфорт, храм – это действительно прекрасно, ещё бы! Храм, если хотите, это наслаждение, конечно, даже эстетическое, возьмите, вон, храм Христа Спасителя, возьмите, даже, да, но, но, кому-то первый раз войдёт человек, он как поражённый может быть, может, обратит его душу к Богу, а мы привыкаем к этому и совсем перестаём молиться. А закон, то есть, даже не закон, это самая суть религии, самая суть религии – это что такое? Молитва. И если нет молитвы, молитва о чём? Молитва о своём спасении, то есть покаянии, молитва о грехах, о страстях своих, вот о чём, а не о том, что болит печёнка или селезёнка. Молитва о грехах своих. Если нет молитвы, нет религии, нет молитвы, нет христианства, нет православия, не будем себя обманывать. Что мы себя обманываем? Я был в храме, поют, читают, служат, а я по всему миру бродил. Зачем мы себя обманываем? Надо же, в конце концов, честно посмотреть на себя, в зеркало Святого Евангелия.